В Кургане прошли Александровские дни, посвященные прибытию в город частицы мощей святого благоверного князя Александра Невского и престольному празднику главного собора епархии. Это первый и пока единственный светско-церковный праздник Курганской области. Праздник учредили в честь прибытия в Курган фрагментом мощей святого князя из Александра Невской лавры к Санкт-Петербурге. Ковчег со святыней доставил сам архиепископ Константин. Радуйся, град Курган, прибыли мощи святого благоверного князя Александра Невского. Ковчег теперь всегда будет находиться в главном храме Кургана, кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Эта святыня заняла особое место в храме и во время торжественного богослужения Александровских дней. Праздничную службу по традиции возглавил архиепископ Константин. Затем владыка вручил патриарший знак к 700-летию преподобного Сергия Радонежского меценату и помощнику Русской Православной Церкви Анатолию Чернову. После напомнил прихожанам о значении присутствия на зауральской земле фрагментов мощи святого защитника Руси. Это частичность святых мощей охраняет, оберегает, дает нам силы, любовь и энергию и для труда, и для защиты Отечества, и для молитвы. После крестного хода и молебна праздник переместился на площадь перед храмом. Сюда пригласили три поколения защитников Отечества – ветеранов Великой Отечественной, кадровых военных и кадет. Поздравляя всех с праздником, временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин пожелал юным воинам взять на вооружение жизненную позицию Александра Невского. Он не запятнал себя кровью, кровью русского человека. Сделал все возможное, чтобы схватить великую нацию во имя великих побед, во имя великой Родины, Родина России. Архиепископ Константин осветил бюст Александра Невского работы скульптора Ольги Красношейной. Он будет украшать Александровский зал нового и прихиального управления. По традиции праздника глава епархии вручил именные стипендии лучшим кадетам. Затем поколение будущих воинов прошло торжественным маршем.